привет я дима а это новые виртуальные очки google daydream view и они выходят в продажу уже на следующей неделе стоит гаджет 80 долларов но это еще не все новости на сегодня так что оставайтесь со мной и узнаете что общего между росомахой и виртуальной реальностью как играть в игры для oculus без самого шлема и чем порадовала корпорация microsoft своих клиентов создатели легендарных microsoft hololens решили не останавливаться на достигнутом и представили собственный вир шлем он будет бюджетным но при этом функциональным на конференции microsoft показала не только последнюю версию windows 10 hololens различные программы дополненной и виртуальной реальности но собственный вир шлем его рабочее название microsoft вир гаджет заявлен для совместной работы с windows 10 и создан совместно с компаниями партнерами отличительные особенности устройства будет то что microsoft вир должен быть намного проще в настройке чем существующие аналоги его цена около 300 долларов когда шлем появится в продаже пока неизвестно также компания сообщила что это не последнее вяру устройство которое будет создана вместе с дел леново asus асер и hp тем временем японские разработчики тоже не сидят на месте они создали костюм который позволяет ощутить виртуальную реальность кожей не переживайте он создан для игр а не для того о чем вы подумали это творение от студентов японского университета дизайна надев этот футуристический костюм пользователь может ощущать реальное взаимодействие с предметами когда он трогает виртуальный объект его кисть чувствует сопротивление и отдачу также костюм наделен вибрации которая усиливает ощущение в играх японцы трудились над костюмом несколько месяцев на данный момент он еще не продается скорее всего его цена будет не меньше 1000 долларов хотят потрогать виртуальную реальность и американские разработчики поэтому работают над новыми вир перчатками название у девайса росомаха этот контроллер разрабатывают в стэнфордской научной лаборатории внешне перчатки действительно похоже на лапу росомахи или даже на шприцы перчатка создают отдачу когда вы берете какой-либо виртуальный предмет а также передает его форму контроллеры являются беспроводными вся информация передается через bluetooth сроки выхода и примерная стоимость вульварин пока не разглашаются мне кажется на вид они довольно несуразный явно уступают к примеру перчаткам манус вир но зато контроллер явно придется по душе поклонникам эдварда руки-ножницы и росомахи такие перчатки и проще виртуальные контроллеры скоро можно будет попробовать в специальных клубах китая компания htc начала открывать виртуальные заведения в стране неделю назад компания открыла vr кафе в шенчжине а теперь основал целый тематический виртуальный парк на тайване называется он вайвленд это 300 квадратных метров на которых сосредоточено 20 различных виртуальных экспериментов и игр посетителям предлагаются различные зоны в которых можно играть как одному так и большой компании это первый такой большой парк виртуальных развлечений на тайване да и в принципе в китае тоже он работает всего несколько суток а уже успел вызвать небывалый ажиотаж среди молодежи особенно популярностью пользуются услуга игры в смешанной реальности после геймплея вы получаете диск с собой в главной роли скоро посетители таких клубов да и просто обладатели виртуальных шлемов смогут поиграть в новую космическую игру и в валькирия она как раз вышла для htc вайв и валькирия эта игра в которой пользователь управляет космическим кораблем от первого лица его задача убить врагов которые пытаются завладеть его галактикой в игре нужно взаимодействовать с другими игроками с ними можно кооперироваться и объединять усилия первоначально и валькирия вышла для около thrift и sony playstation теперь разработчик объявил о том что она будет доступна для владельцев htc вайв точная дата пока неизвестна но скорее всего это случится в начале ноября если вы тоже хотите поиграть в эту игру а шлема окулос у вас нет не переживайте российские разработчики нашли выход из положения благодаря программе vr stream поиграть в эксклюзивные игры можно даже при помощи картонных очков все что нужно это скачать его на свой смартфон или компьютер vr stream транслирует видеопоток с пк на смартфон при помощи вай-фай и трансформирует картинку vr режим таким образом можно не только играть в игры для окулос но и превратить не виртуальные компьютерные игры в виртуальные волшебство да и только а главное это довольно бюджетный вариант скачать приложение и посмотреть инструкцию по его установке можно на сайте программы единственный минус vr stream пока доступен только для android смартфонов это были все новости на сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и у вас всегда будет отличное настроение всем пока